МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Облегчённая новая суперсовременная. Подрядчики, ремонтирующие кровлю в 28-й школе, уложились в срок. Благоустройство – последний этап. В Благовещенске завершается сезон дорожных работ. То ли фолк, то ли рок. В Благовещенске прошел первый фестиваль «Скальды Востока». Абсолютный чемпион футбольный клуб «Благовещен» стал лучшим в области по итогам сезона. В эфире информационное агентство «Город» в студии Александр Воронин. Здравствуйте. Крыша 28-й школы к 1 сентября готова. Компания-подрядчик уложилась в установленные администрации сроки. Меньше чем за месяц учебное заведение получило новую, облегченную, суперсовременную кровлю. Подобно нет ни в одной другой школе города. Подробности в следующем сюжете. Сегодня на площадке возле центрального входа в школу работают строители. А завтра именно сюда, на торжественную линейку, соберутся школьники. Но радоваться будут вовсе не новому асфальту, а тому, что находится на три этажа выше. Кровля здания. На ее ремонт городской бюджет потратил почти 18 миллионов рублей. Строители максимально облегчили конструкцию и покрыли ее современной мембраной. В отличие этого материала от рубероидных материалов, очень высокая стойкость температурам, простота в эксплуатации. Ну, сами знаете, зимы лютые, зимой все замерзает, есть температурные расширения, при котором начинает кровельный материал ломаться. Этот материал, естественно, у него трещин в принципе не может быть. Меньше чем за месяц строители провели грандиозную работу. Демонтировали около 3000 квадратных метров старой кровли, вплоть до плит. И заново застелили, строго придерживаясь проекта, который прошел проверку сразу двух институтов. Впрочем, на ремонте кровли решили не останавливаться. Пользуясь, так сказать, случаем, обстоятельствами, проводится косметический ремонт в кабинетах. Более 40 кабинетов выставлено на этот косметический ремонт. Мы планируем завершить работу в течение недели, максимум 10 дней. На косметические работы из резервного фонда Благовещенска выделили около 6 миллионов рублей. Здание встретит полторы тысячи своих учеников при полном параде. И в том, что это случится очень скоро, сомневаться не приходится. Ведь над этим трудятся не только строители. Обязательно все работают, все помогают. Родители вчера у нас были помогали, учителя помогают, технический персонал. То есть мы все, участники образовательного процесса, трудимся над тем, чтобы быстрее школа открылась. Ольга Туманис, Андрей Белый, программа «Город». День знаний. Благовещенцы проведут на трезвую голову. Купить горячительное нельзя будет ни в одном магазине в столице Преамурья. Впрочем, завтра найдутся занятия и поинтересней. Они начнутся вскоре после завершения торжественных линеек в школах. В полдень детей и родители приглашают на фотосессию в горпарк. Там будет работать тематическая фотоплощадка балкону губернатора. В 13 часов в горпарке начнется игровая программа «Здравствуй к знаниям дорога». А на площади ОКЦ в это же время стартует традиционный культурно-спортивный марафон. Гости праздника смогут записать детей в кружки по интересам и спортивные секции. В 16 часов в Большом зале ОКЦ начнется спектакль студии «Дебют. Приключения Буратино». В первый раз в школу завтра отправятся почти 3000 юных благовещенцев и 36 педагогов. Это молодые специалисты, которым только предстоит влиться в учительские коллективы. Среди них Мария Куксенко, выпускница факультета начальных классов БГПУ и завтрашнего дня учитель в 6-м лицее. Как готовиться к своему первому уроку, она рассказала нашему корреспонденту. Когда-то написание этой буквы в университете не давалось сложнее всего. Четыре года в педагогическом вузе ушло у Марии Куксенко в том числе и на то, чтобы заново научиться писать. Каллиграфия – это все для учителя начальных классов. Теперь свои навыки, не только письма, но и счета, и чтение молодой педагог должна передать первоклашкам. Она станет примером для 32 вчерашних малышей. Это очень ответственно, считает Мария. А потому взяла на вооружение не только методы обучения, но и воспитание. Если, например, какой-то поступок случился в классе, то мы не будем ученику говорить о том, что нет, так нельзя, не делай. Мы рассмотрим какого-то литературного героя, который делал похожую ситуацию. И уже с детьми, со всем классом обсудим. И поэтому ребенку уже будет понятно, что вот так вот я когда-то сделал неправильно, поэтому делать больше не буду. Учителей начальных классов по праву называют универсальными солдатами. Ведь они учат одновременно чтению, письму, математике, музыке, рисованию и даже физкультуре. И ко всему нужно подойти творчески, чтобы малышне не хотелось отвлекаться. Хомка, хомка, хомячок, полосатенький бочок, хомка раненько встает, щечки моет, шеи кутрёт. Самый первый урок мира Мария продумала до мелочей. Не меньшее внимание намерена уделить и внешнему виду. Как известно, по одежке встречают. И это правило работает даже с самыми маленькими. Поскольку педагог – это образец для ученика, он должен выглядеть идеально. Поэтому, естественно, это платье, нарядное, прическа, конечно, всё об этом обдумывается. И, конечно же, это праздник. Кристина Добровольская, Андрей Белый, программа «Город». Перекрёсток Зийской-Первомайской со 2 сентября временно закроют для движения транспорта, в том числе и общественного. На данном перекрёстке уже поменяли трубы канализационного коллектора. И теперь планируют восстановить асфальтобетонное покрытие и благоустроить прилегающую территорию. На эти работы строителям нужно порядка 8 дней. Всё это время автобусу «Кольцо» придётся двигаться в объезд. Поручение подготовить улицу партизанскую специалисты администрации подрядчикам уже направили. Сезон дорожного ремонта в Благовещенске близится к завершению. За летоспециалисты отремонтировали 36 участков уличной сети. На некоторых магистралях сейчас идут работы по благоустройству, а в администрации тем временем строят планы на будущий год. Подробности в сюжете. Благоустроительные работы – последний этап ремонта улицы Зелёной. Сейчас строители отсыпают здесь большую зелёную зону. Автомобилисты уже могут насладиться проезжей частью шириной в 15 метров и новеньким асфальтом. Месяц назад здесь была только гравийка, больше напоминающая стиральную доску. А теперь покрытие толщиной в 12 сантиметров. Это хороший асфальт. Это асфальт тот, что надо. Тот асфальт, который простоит долго. Здесь коммуникации вынесены за пределы проезжей части. В случае дальнейших каких-либо ремонтов проезжая часть портиться не будет. Будет всё это происходить на зелёной зоне. Так что зелёную зону гораздо легче поправить, чем асфальт. Участок зелёный – последний, где в городе идут дорожные работы. Всего же этим летом преобразились 36 благовещенских улиц. Участки сдавались один за одним, согласно графику. А кое-где, например, на Новотроицком шоссе и с опережением сроков. В общем, на ремонт потратили 300 миллионов рублей из областного бюджета. По распоряжению главы региона Александра Козлова, на такую же сумму город сможет рассчитывать и следующим летом. Специалисты уже строят планы. В первую очередь мы на будущий год планируем вернуться к улице Лозо. В этом году её исключили, два участка, потому что там коллектор мы по Зайской ремонтируем, пока убрали. И в этом году также были исключены участки по улице Текстильной, там вот Шимановского, Текстильная, Гражданская. Планировался текущий ремонт провести этих участков, но когда как бы по факту столкнулись уже весной, там нужно полностью капитально к этому подходить. Готовят проект на смертную документацию сейчас и на перекрёсток Игнатьевского шоссе Мухина. Во время ремонта улицы Мухина в прошлом году его предусмотрительно не заасфальтировали. В 2016-м перекрёсток реконструируют, расширят приезжую часть, добавят дополнительную полосу для поворота и переложат все коммуникации. А ещё работы развернутся на улицах Нагорной и Школьной, а также на мосту через Зею. Регина Сорокина, Андрей Белый, Михаил Величкин. Программа «Город». И к другим темам. В Благовещенске прошёл первый фолк-рок-фестиваль «Скальда Востока». В нём приняли участие всего три группы – Благовещенская «Видара», «Волкалак» и хабаровская «Мистерия Мортис». Последним в своё время повезло выступать на одной площадке с легендарными «Скорпионс». Самые яркие моменты фестиваля уже в эфире. Честно говоря, этот фестиваль был неожиданным для всех нас. Мы его так решили быстро, спонтанно сделать. А, честно говоря, фолковых коллективов у нас очень мало. И, в принципе, в Амурской области их только две – «Видара» и «Волкалаки». Сегодня играю с группой «Волкалак». Замечательные ребята, обалденнейшая банда, такой хороший фолк, такой русский, обалденная музыка, отличные ребята. Нас пригласили выступать в тур по Китаю. Мы просто дали своё согласие, мы приезжаем, а там опон-эйр крупный. К нам подходят и говорят, сегодня вы выступаете, а потом выступает «Скорпионс». У нас есть подарки от них, медиаторы, барабанная палочка, полотенце. И мы корчили с Рудольфом друг другу рожи, когда я стояла под сценой. «Волкалак» «Спасибо!» Всего доброго и до встречи! Добрый вечер, в эфире «Время спорта». Юная благовещенская спортсменка прославила Преамурье на мировом уровне. Кристина Ципа стала победительницей первенства Европы по кикбоксингу. Ради заветного золота девушке пришлось отстоять три поединка. Последним её соперницей стала спортсменка из Италии. Меж тем другому благовещенскому спортсмену Евгению Зливко серьезный турнир только предстоит. Мастер ММА примет участие в матчевой встрече России-Южная Корея по боевому самбо. Она пройдет 1 и 2 сентября в Сеуле. Компанию ему составит еще один амурчанин Манук Аджимян. За победу он поборется в спортивном самбо. Чемпионом Амурской области по футболу сезона 2015 стал ФК «Благовещенск-1». Команда в решающем матче победила «Макс Интер». Интрига заключалась в том, что Благовещенску нужна была только победа, тогда как соперника устраивала ничья. Впрочем, уже в первом тайме Благовещенцы вырвались вперед, реализовав пенальти. «Макс Интер» попытался отыграться, но так и не смог этого сделать. Хотя несколько моментов у команды все же было. Второй мяч ворота соперников ФК «Благовещенск» катил во втором тайме, вместе с ним заполучив и титул чемпиона. «Макс Интер» занял второе место, бронзовым призером стал «Благовещенск-2». Хотели выиграть. Игра была за первым место, поэтому шли только за победой. Сейчас ФК «Благовещенск» начинает активную подготовку к играм третьей лиги. Ближайшее пройдет 6 сентября. Наша команда на выезде встретится с ФК «Биробиджан». А далее целый каскад домашних игр. Доказать, что их возможности безграничны, на стадионе «Юность» собрались участники пятой городской спартакиады инвалидов. Их число впервые за историю состязания перевалило за 70. Люди с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата соревновались в армрестлинге, дартсе, шахматах и еще пяти видах спорта. Смотрите сами. От звуков выстрелов у многих участников закладывают уши. Зато слабослышащие спортсмены размеренно выбивают мишень за мишенью. Показать себя, впрочем, могут не только в точной стрельбе, но и во всех заявленных восьми видах спорта. К примеру, супруги Перцевые, оба инвалиды по слуху с рождения, взяли на спартакиаду и свою двухлетнюю дочь. Чтобы показать ребенку, в царстве тишины можно и нужно жить полноценно. Мы каждый день на велосипеде. У нас семья такая велосипедистов. Мы каждый день на велосипеде бегаем. Помимо домашних я хожу на тренировку, на футбол. А я хожу на кружок пения. Я еще занимаюсь жестовым пением. Вот скоро буду опять выступать. А я без футбола жить не могу. Я уже очень много лет хожу. Конек членов общества инвалидов-колясочников преодоления – настольный теннис. В этом виде спорта они чувствуют себя, как рыба в воде. Их организация имеет все необходимое для тренировок. И даже собственного тренера. Так что настрой у этих ребят серьезный. Не только теннис и бельяр сейчас у нас хорошо пошел. Мы играем со здоровыми людьми и со своими коллегами, так сказать. Поэтому здесь нет таких особых градаций, что ты на коляске или на ногах. Всегда лучше играть с противником, который сильнее тебя. И независимо, если он на коляске или на ногах. Соревновались меткости и интеллектуальности люди с ограниченными возможностями целый день. А лучшие спортсмены получили шанс защищать Благовещенск на областной спартакиаде. Она состоится в столице Преамурия в конце сентября. И на сегодня это все. С вами была Юлия Мишурнова. Увидимся через неделю во время спорта. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok